В Махачкале водитель черного электрокара Зикр сбил двоих силовиков и скрылся с места происшествия. Как сообщает телеграм-канал Шот, 38-летнего мужчину подозревают в причастности к распространению наркотиков. Силовики заблокировали его машину, но при попытке задержания он сбил несколько человек, включая правоохранителей, и уехал. Отмечается, что после случившегося подозреваемый пересел в Toyota Camry, в которой его задержали. По данным Шот, задержанный ранее был генеральным директором фирмы по пожарной безопасности, а также ведет бизнес в ресторанной сфере. Как пишет телеграм-канал, теперь предполагаемому наркодилеру грозит 20 лет колонии. На него возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Водитель Camry, который помогал ему скрыться, может пойти как соучастник. Силовики, которых сбил задержанный, серьезно не пострадали. В российском Екатеринбурге горит военный завод «Уралтрансмаш». Это единственное в России предприятие, где изготовляют самоходные артиллерийские установки. Как пишет телеграм-канал Астра, российские СМИ утверждают, что пожар якобы начался во время сварочных работ. Также отмечается, якобы горит кровля пустого цеха. В районе предприятия наблюдается сильное задымление. Информации о пострадавших пока нет. Огонь охватил 420 квадратных метров. В то же время в ночь на 18 июля во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы. Как сообщает Униан, ссылаясь на источники в силовых структурах, дроны СБУ с моря атаковали базу береговой охраны оккупантов на озере Донузлав. Отмечается, что в результате атаки были выведены из строя штаб с пунктом управления, склад боеприпасов и техники, электроподстанция, технические сооружения и огневые позиции врага. Также собеседник Униан отметил, что это очередное напоминание врагу, что украинский Крым превращается для россиян в ловушку, в которой их будут систематически уничтожать. Истребители F-16 от Нидерландов поступят в Украину в ближайшее время. Об этом рассказал министр обороны Нидерландов. Чиновник не стал называть конкретные даты. Если мы поделимся деталями, точной датой и временем, то это будет очень ценная информация для российского режима. И мы не хотим делать их более информированными, чем они есть. Поэтому это то, чем я не буду делиться. Слова министра обороны Нидерландов о том, что первые истребители F-16 оккупанты будут стараться подстрелить, подтвердил в эфире телемарафона глава фракции «Слуга народа», член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Давид Арахамия. Также Арахамия подчеркнул, что партнеры пообещали предоставить Украине самолетов F-16 вдвое больше, чем подготовили пилотов и инженеров для обслуживания западной авиации. Сейчас количество обещанных нам бортов уже вдвое больше, чем количество обученных пилотов и инженеров, которые могут это обслуживать. То есть у нас сейчас узкое место, уже не борты, а люди. Арахамия отметил, что проблема и в аэродромах, которые инфраструктурно могут принять и защитить западные истребители. Будет охота на них со стороны Российской Федерации. Они будут ради пиара пытаться подбить первые F-16. Мы понимаем, что это будет охота большая. Они будут покупать агентов, которые будут сливать местоположение. Комментируя недостаточно быстрые темпы поставок самолетов, Арахамия отметил, что к этому надо относиться с пониманием, ведь это все равно рекордные сроки. По его словам, во вневоенное время сроки поставок авиации всегда составляют 5-6 лет, а сейчас в случае с Украиной речь идет об одном годе. Легион Свободы России заявил об уничтожении военной техники под Пермью. Подтверждающее видео бойцы Легиона опубликовали на своей странице в Телеграм. В комментарии к видео говорится, что это российская военная техника, которая находится на аэродроме Большое Савино в Пермском крае. Российская Минобороны эту информацию не комментировала. Тем временем в сети появился список из 194 без вести пропавших военнослужащих 109-го отдельного стрелкового полка, который был сформирован непосредственно перед началом полномасштабного вторжения в ходе мобилизации местного населения. В конце 2022 года в связи с понесенными потерями личный состав полка начал пополняться гражданами РФ, в том числе бывшими заключенными. В данный момент силы полка принимают участие в штурмовых действиях в Нью-Йорке и Торецке. В связи с активными боевыми действиями подразделение несет аномально высокие потери в живой силе. В списке фамилий только тех, которые пропали без вести в течение трех недель штурмовых действий. В нем не учтены убитые и раненые. Российские государственные СМИ растиражировали заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о том, что украинское государство не будет существовать до 2034 года. Следовательно, пропаганда готовит россиян к длительной войне в Украине. Как сообщает Институт изучения войны, российскую общественность убеждают, что Россия завершит свою цель уничтожить украинскую государственность в течение 10 лет. Аналитики отметили, что Медведев не сказал прямо, что Украина прекратит свое существование до 2034 года. Но этот косвенный подтекст подхватили пропагандистские СМИ в заголовках своих материалов. Этот российский нарратив также прямо и решительно подрывает попытки отдельных кремлевских чиновников предположить, что Россия готова вести переговоры о мире с Украиной. И еще больше подчеркивает, что единственной желаемой конечной целью войны для Кремля является полное уничтожение украинского государства и народа, отмечают аналитики. Весной этого года кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует создать в Харьковской области санитарную зону. Не исключаю, что имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент, тогда, когда посчитаем целесообразным, создать определенную санитарную зону. После заявления правителя Кремля началось наступление оккупантов на Харьковском направлении, которое провалилось. В итоге теперь в Белгородской области РФ закрывают въезд в приграничные села региона из-за якобы сложной ситуации. С 23 июля ограничиваем доступ в 14 населенных пунктов Белгородской области, где оперативная ситуация складывается крайне сложной. Гладков отметил, что пускать туда будут только мужчин в бронеавтомобилях и бронежилетах сопровождением. Ранее Гладков уже распорядился о раздаче огнетушителей жителям приграничных сел, чтобы они самостоятельно тушили пожары от обстрелов. По словам губернатора, такие меры предприняты из-за того, что пожарные части не могут добраться до этих мест из-за угрозы атак беспилотников. 17 июля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что ограничение доступа в населенные пункты якобы не означает провала операции по созданию санитарной зоны в Харьковской области, о которой Путин заявлял ранее. Такие действия Песков назвал попросту якобы мерами для обеспечения безопасности населения. Тем временем заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что подводя итоги одного из этапов наступления РФ, в частности на Харьковщине, даже оккупанты были удивлены масштабами своих потерь. Насколько известно, они проводят определенные расследования, чтобы привлечь к ответственности командиров, виновных в этом. Некоторых уже не найдешь, потому что они были уничтожены. По некоторым подразделениям начались кадровые изменения. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину оккупанты потеряли более 563 тысяч своих солдат. А ночь на 18 июля для страны-агрессора во временно оккупированном Крыму и на территории РФ прошла неспокойно. Министерство обороны РФ заявило, что якобы были сбиты 33 БПЛА над аннексированным Крымом и два над Брянской областью. Также ведомстве отчитались об уничтожении 10 безэкипажных катеров. А вот 1 августа Польша начнет на границе с Белоруссией операцию «Безопасная подлящья». К ней привлекут около 17 тысяч военных. Об этом сообщил министр обороны Польши. Президент Украины Владимир Зеленский призвал снять ограничения на использование дальнобойного оружия. Об этом он заявил в своем выступлении в рамках четвертого саммита Европейского политического сообщества. По словам Зеленского, чем эффективнее будет противовоздушная оборона Украины, тем беспомощнее будет Путин. Чем меньше у нас будет ограничений на использование действенного оружия, тем активнее Россия будет стремиться к миру. Военные аэродромы, с которых взлетают российские самолеты с бомбами против наших городов, наших людей, наших детей и места запуска российских ракет – все это должно быть уничтожено. Зеленский отметил, что европейские страны сохранили единство и действуют вместе. А это означает, что Путин не достиг своей главной цели. Ему не удалось расколоть Европу. Но если кто-то в Европе пытается решить вопрос за чужими спинами или даже за чужой счет, если кто-то хочет совершать какие-то поездки в столицу войны, чтобы поговорить и, возможно, что-то пообещать вопреки нашим общим интересам, то почему мы должны обращать внимание на таких людей? ЕС и НАТО также могут решать все свои вопросы без них. Президент Украины подчеркнул, что ВСУ остановили российское наступление на Харьков. Путин пожертвовал десятками тысяч солдат, но не достиг ничего существенного. По словам украинского лидера, это стало возможным благодаря храбрости украинских воинов и храбрости партнеров, которые сняли ограничения на использование западного оружия вдоль границы. Привело ли это к эскалации? Нет. Наоборот, это помешало попытке Путина расширить войну. Был ли какой-то ответ Путина? Нет. Даже когда российская ракета поражает онкобольных детей, это лишь демонстрирует зло, которое мы уже увидели со стороны России в этой войне. Итак, мы должны действовать максимально смело, чтобы достичь результата. Владимир Зеленский подытожил, что войну можно направить к справедливому завершению силой оружия и дипломации. Поэтому он обратился ко всем лидерам западных стран предпринять необходимые шаги, которые способны усилить храбрость. По его словам, эта храбрость может стать решающей для мира. Редактор субтитров А.Семкин